Приплясывающая такая походка Феликс Савон Фабре Двухкратный олимпийский чемпион Шестикратный чемпион мира Проиграл, я напомню, один раз Узбеку Рустаму Чигаеву в 97 году Но потом Чигаев был дисквалифицирован Поскольку он менял свой статус Как выяснилось, было непонятно Непонятно, заключал он профессиональный контракт или нет Ну и шанс упустил в прошлом году стать семикратным чемпионом мира Феликс Савон Сняли кубинские тренеры свою сборную в знак протеста Против необъективного судейства в одном из ранних финальных боев И отправились домой, не дождавшись финального матча И Савон с Майклом Беннетом так и не выяснили отношения Савон с Майклом Беннетом так и не выяснили отношения Противinhага Начинается бой. Соперник Савона Расмус Отжимайя из Нигерии. Естественно, по достижениям своим в подметке ему не годится. Вообще трудно себе представить, кто из боксеров-любителей современности может по количеству достижений стоять рядом с Савоном. Метр девяносто восемь сантиметров. Огромный рост. Длинные руки и очень легкий на движение по рингу Феликс Савон. Можно боксировать дальше. Ну что, Савон опять в первом раунде все закончит. Может быть и так. Показал сейчас левую руку. Пробил с правой Савон. Ну, правда, в перчатке. Но от этого легче не стало нигерийцу Расмусу Отжимайя. В глазах которого просто клинический страх сейчас виден. Застыл ужас. Но это, наверное, очень многих происходит, когда приходится им боксировать с Феликсом, с Савоном. Ну, конечно, я думаю, что все здесь очень быстро закончится. И по комплекции совершенно не подходит нигерийц. И вес у него девяносто один килограмм только потому, что лишнего очень много. Многие думали, что Савон проиграет игры доброй воли в Нью-Йорке. Там в не самой лучшей форме он находился, но в финале нокаутировал, говорила Уильямсона, американца, и снял все вопросы. 11-1. Представляете себе, какой раунд, как его проводит Савон. Ну, объективно говорить о силе и слабости этого действительно великого боксера. Если Савон станет трехкратным олимпийским чемпионом, то он присоединится в этом отношении к Ласло Папу и Венгру и своему соотечественнику Теофилу Стивенсену. За рукой что-то случилось у Расло Саджимая, когда оказался он в нокдауне, собственно говоря, и поэтому открыл счет. Рефери 12-1. Да, но объективно оценить уровень готовности Савона невозможно, поэтому в бою придется ждать следующего круга. Ну, пропускает удары. Савон 14-3. Вот это любимая комбинация, когда идет в атаку с правой руки соперник, Савон своей правой в ответ по дуге запускает. Такой удар в челюсть. Именно так он нокаутировал, кстати, Уильямса на играх доброй воли. 13 очков уже разница в счете. 14. И следующий удар будет последним. Все. Нет, не засчитали, судьи. Ну, несколько секунд лишних придется провести на ринге Расмусу, отжимая. Сейчас отсчитает 8 секунд рефери и отправит его в угол. Победа досрочная. Телекса Савона, ну, вспотеть даже не успел, по-моему, как следует. Телекса Савона, ну, вспотеть даже не успел, по-моему. Телекса Савона, ну, вспотеть даже не успел, по-моему, как следует. Телекса Савона. Телекса Савона. Телекса Савона. Продолжение следует...